Ну что, народ, еще раз всем огромный привет. Возвращаемся мы с вами в прямой эфир и продолжаем мы с вами смотреть. Хотел я сказать, что уже последняя игра группового этапа, последняя игра, которую мы комментируем из Киева, но это не так. Потому что группа А закончилась, и вы знаете, что закончилась она неоднозначно. И по правилам интернешнала в группе А будет сыгран еще один матч. Сразу же после матча группы Б, LGD China и Dignitas сразятся за место. Все-таки Винеров. Вот на ваших экранах обе группы. 10-4 ДК. Все-таки выиграли не у Маус Спорт, второе место не занимает. Na'Vi 11-3, Fnatic 9-5, 8-6 у Dignitas, 8-6 у LGD China, у Zenith 6-8, шестое место. Maus 4-10 место, седьмое и 0-14 у команды MUFC, последнее место. Na'Vi 1-й, ДК 2-й, Fnatic 3-й, Dignitas или LGD 4-й. Группа Б. Альянс 12-0. Без шансов Альянса, и сейчас будут играть против Orange, у которых 8-4. Liquid 7-5, IG 6-6. Именно этих две команды мы с вами будем смотреть прямо сейчас. Дальше у нас мы видим Тонг-Фу, который играет сейчас с Rattlesnake, ну и Virtus.pro играет с LGD. Эти матчи вы можете смотреть на параллельных наших каналах. Опять-таки напомню вам, что на нашем втором канале у Каспера и у Invite идет игра сейчас. В APL GD Int, Альянс, Оранж, у Matrix на третьем канале, на четвертом Тонг-Фу, Делснэйк, у Маундштрома. Liquid, IG, Fluff & Stuff, X-Mike 88, TC, Koraki, Bulba против Жоу, Феррари, ВВФ, Чуани и Фейта. Для меня это первый матч команды Liquid на этом интернешнле, который я комментирую. Lost, ты уже был с Liquid'ами или нет? Да, я был. И они очень много нового показывают. Там в каждых разных играх новые герои, такие как Viper, Ursa. И самое интересное, что они этими героями уничтожают такие команды, как Тонг-Фу. Ну вот мы видим, что любимый герой команды Liquid это Клакверк, ну это, конечно, по количеству пикнутых героев за всю историю. Это Клакверк, Найкс, Рудик, Шэдоу Демон и Гирокоптер. Ну а самые успешные герои это Баунти Хантер, Бруда, Вич Доктор, Разор и Шэдоу Прис. То есть по проценту побед. Такая вот команда Liquid. Посмотрим. Ну да, на этом турнире они удивляют. Но игра это не против IG, IG нам хорошо знакомы. Чемпионы мира все еще ныне действующие, которые сейчас опять-таки стоят под риском вылета в нижнюю сетку турнира. Ну там будет вообще костер, если и LGD, например, и IG в нижней будет сетке. Вот это будет круто. Ну что, IG начинает на The Radiant. Напомню, опять-таки формат Best of 2. То, что в параллельных матчах творится, мы, конечно же, вам будем сообщать. Но что именно сейчас это как раз-таки набирает самую большую актуальность. Ну и мы видим, что в параллельных группах действительно случились чудесные результаты. Ну и если бы в первой игре, скажем так, Na'Vi не проиграли у LGD и China, то LGD были бы уже в лузырах. Ну а так, все еще хорошо. Да, есть шанс еще в LGD. Я думаю, что, если честно, болельщики Virtus.pro сейчас должны болеть за LGD больше. Объясню почему. Потому что вот в матче LGD Dignitas у нас будет... Ну, победитель попадает в Vinerai, будет четвертым. А проигравший будет выбирать себе соперника из другой группы. То есть, и как бы, я думаю, Virtus.pro больше бы хотели встретиться, наверное, с Dignitas, чем с LGD China. Ну, это уже такое. Это уже плей-офф. Соперников себе будут по плей-оффу выбирать команды сегодня. Попозже сегодня немножечко... Даже... А, нет, это мы уже не узнаем. Это должно быть сегодня вечером. Поэтому, кто на кого попадет в плей-офф, мы с вами узнаем сегодня поздно, поздно вечером. Ну, то есть, вы узнаете, мы узнаем уже, наверное, по прилету в США, потому что... Где мы это сможем еще узнать? Ну, поздно вечером, я имею в виду по времени сиэтлскому, то есть, рано утром по времени московского. То есть, вот так. Смотрим. Итак, Клакверкник с Ассасин Визаж и Вивер от команды Liquid, ну и Абдрайдер Кипер оф Зелайт и Алхимик от команды Invictus Gaming. Да. IG Gaming. Наверняка они перестают удивлять нас и, возможно, даже самих себя. Вот, новыми и необычными связками. Котел во второй фазе. Вот. Алхимик в третьей фазе. И чувство, что они... Все, что у них есть, это что-то придумать по ходу игры, так как каждая новая игра, абсолютно все новое. Ничего нету повторяющегося из предыдущей. Что показывает на то, что они вот только... Ну, не даже в Dota, походу, начали играть. Да, ну, IG, опять-таки, мы вчера с Габлаком это обсуждали поздно вечером, на самом последнем матче, уже после матча даже, что у IG проблемы, и это не секрет ни для кого, что у IG траблы в команде, и вот посмотрим. Да, даже посмотри на их баны. Бан Разора вторым. Вторым уже до чего докатились IG. Насколько их низко опустила команда Liquid в этом деле. Уже ушли все стереотипы, и люди пикают вот то, чем хотят играть. Банит Урсу. Здорово, да? Да, ну Урса, ты понимаешь, как бы когда Урса выигрывает у кого-то, это, да, проблема. У Тонгфу. У Тонгфу, я хочу. У Тонгфу, у Тонгфу, у кого-то, да? У типов, которым я, если что, первое место дал. Да, а Фнатиков последнее. А Фнатиков последнее, да. Было дело вечером, делать было нечего мне в своих прогнозах, скажем. Да, и теперь команда Invictus, она стоит перед огромной дилеммой, так как у них единственный кэрри, это Алхимика, который способен бить вблизи. У команды Liquid есть Клакверк, который его полностью контрит, отбрасывая и замедляя. И в результате им нужно найти что-то второе, очень сильное. Там, та же Патма, да что угодно, лишь бы оно с ренджа било, ну или смелее. А у Liquid все, дефолтно, надо взять любого мидера, любого мидера, который сможет стоять с бетрайдером. Ну, это не очень-то просто сделать, как бы взять любого мидера, который сможет стоять с бетрайдером. Акаша нормально стоит, так более-менее. Ну, Акаши ни одной победы на этом интернешнале, это проблема. Вот пора, пора менять историю на месте команды Liquid. Хоть одну же надо выиграть, такие, да, а то что за фигня-то происходит. Потому что смотрю я одним глазом, что там параллельно матчи, параллельно матчи, там идет игра не Virtus.pro и LGD Int, а там идет Virtus.pro против Goda. Ну что, у Goda на PADME 4 фрага, и Virtus.pro 4 фрага. Там просто своих Сережа из них сажает. Да, ну он их хорошо знает. Ну да. По команде, как она там называлась-то, а? Garage Gaming. Garage Gaming, ты че? Я имею в виду смайл SNS-ом. Ну да, и по команде M5. Так, между прочим, самые успешные команды. Garage Gaming, самая успешная команда в истории Dota, если че. Да, да. Ну а че ты смеешься, я 100% винрейт. Я-то знаю, я в ней играл, если что. Я эту команду делал. Вместе с ними. Да, абсолютно. И команда Liquid что-то очень сильно задумывала. Сейчас какой-нибудь рандом будет. Вот, Juggernaut. Ага, хороший рандом. За одну секунду до конца. Но действительно рандом. Кстати, кто не знает TC, капитан команды Тайлер Кук, поэтому никнейм у него TC. У него есть такая здоровенная книга, над которой он действительно работал. И вот этой здоровенной книге выписаны стратегии, что пикает, что можно пикать на то, в ответ на то и так далее. То есть такой себе вариант, как помнишь, когда-нибудь лостовского блокнотика, который у тебя когда-то был. Кстати, не знаю, что у тебя там было в блокнотике. А никто не знает, там, военная тайна. Ну вот лучше и не знать, да. Да, военная тайна. Да, ну вот у TC этот блокнотик, как бы, вот, есть несколько фоток его, правда, то, что внутри, понятное дело, не сфоткано. Но вот во время пика он просто сидит и постоянно его листает и так далее. Есть несколько фоток на Инстаграме, как бы с командой не общается. На себя берет. Он по моим стопам идет. IG тоже пойдет по моим стопам. Пикает себе ранжового кэрри Сефра, который будет бомбить на миде почти любого героя из команды Liquid. И теперь у них все довольно-таки хорошо. Есть станы, есть нюки, есть чем драться. Есть очень сильный лейтгейм. Ровные. Все пока ровно у них. Да, кстати, я вижу, тут взорвался пукан у команды Dignitas. И в твиттере они пишут, какого хрена мы должны играть переигровки. Мы у LGD 2.0 в группе выиграли. И, кстати, да, это тоже верно. Ну, это верно. Но всегда, когда ты приходишь на турнир, тем более ты на Интернешнл, тебя еще за день турнира собирают. Тебе говорят, ребята, вот вам, пожалуйста, буклет каждому. Вот здесь есть правила. Они на странице номер 3. Почитайте их, пожалуйста. Еще эти правила есть на сайте. Сайт найти просто. Dota2.com. Заходите, там четко написаны правила турнира. Да. Но они хотят их улучшить. Ну, конечно. Прямо сейчас, по ходу турнира, чтобы мир был лучше и чище. Чтобы, как в Казахстане, правила менялись по ходу турнира. Да. То есть, ну, именно Харп на хорошей волне. Ну что? Еще раз всем доброе утро, кто просыпается с нами вечерами по киевскому времени. Добрый вечер всем в Москве, в Украине, в России и так далее. Это последний матч группы B, не последний матч группового этапа, потому что будут еще переигровки Дигна с ЛЖД. Ну, и это официальный русскоязычный стрим. Комментируют, говорю, Вилат и Light of Heaven. Ну, и огромный всем привет. Кто смотрит нас, кто еще с нами. Всем огромный привет, кто в арене смотрит на большом экране. Приходите сюда обязательно послезавтра. Завтра у нас день отдыха во вторник. В среду вечером, в 10 вечера по Киеву, в 11 по Москве. Приходите здесь. Здесь будет нереальное количество людей. И плей-офф, первые 4 матча плей-офф. Na'Vi будут играть, опять-таки, против того, кого они выберут. Выберут. MUFC будут дальше стрик набивать. MUFC будут играть против тех, кто их выберет. Ну, как бы круто, что есть MUFC. Тут даже те же IG, которые, например, с Liquid'ов проиграют. Даже если они проиграют у Liquid'ов. Они там займут пятое место, то в лузерах. Они понимают, что в первом раунде у них MUFC. А во втором раунде у них там кто-то дропнется из винеров. Например, те же Dignitas. И, в принципе, это вполне играбельно. Да. Команда Liquid идет очень агрессивно. Идет на очень такой неприятный для них AAA с двумя очень сильными саппортами. Ну, и Алхимиком, который толстоват. Который Алхимик, да, просто. Да, толстоват и очень хорошо милишников спамят своей тучкой. Вчера команда Liquid играла вот точно похожую очень-очень стратегию. Как раз-таки в игре, которая закрывала игровой день против LGD International. Там также тоже было триплом сложно. Я, правда, эту игру, опять-таки, смотрел уже одним глазом после того, как закончилась трансляция. Просто потому, что надо было дождаться Монстрома. Так вот, там тоже корок был на Джаггернауте. И закончилось это для года и кампании очень печально. Ну, что он их просто испепелил, этот Джаггернаут. Будет ли сейчас что-то похожее? Посмотрим. Тяжело вот так сразу сказать. Понятное дело, что и для одной, и для второй команды очень важный матч. И вот-вот, что они сделают? Что они только не сделают ради победы? В целом, очень тяжело Джаггернауту пока стоять. Ну, это да, это проблема. В любой момент у тебя может прилететь волна и волна Рубика. Да и еще, если что-то, он Алхимик тебе накрутит с руки. И при этом у тебя постоянно давят крипы. Вот уже происходит. Алхимик кидает профессиональную тучку на одного крипа. Ну, это элитно. То есть, это как делать фурионом из деревьев одного крипа. Да, это как Хиау-8. Хиау-8. Клуб Ксиау-8 у нас действительно просто лосс воссоздает новый клуб. Клуб Ксиау-8. Как бы есть у каждого любимые игроки. Я думаю, открыть школу, да, и тренеров вот этих величайших позвать. Будет нормально, чтобы показать. Ну да, Ксиау-8 это будет то, что надо. Этот расскажет, как играть бестмастером. Флав забирает инвиз, понимая, что ничего ему не светит на низу. Он почти ничего не делает. Идет прессовать эсэфа. Ну, это какой-то непонятный прессинг. Что-то мне складывается впечатление, что он идет... Или действительно на эсэфа будет вместе с Бульбой. Кстати, ну, Бульба здесь в миде 7 крипов убил, что, в принципе, очень неплохо. Да, Дэнди 10 на 1. Ну и Флэфинстав, будет ли он нападать? Да, Флав выходит на Дэнди. Грейт Чилл. Пошел Бульба закрывать. Дэнди пытается ныкаться в соснах. Ну и нормально все. Ой, либо еще это Тауэр нападает. И Rush 3D Dota на ваших экранах. Rush 3D Gang. Не, вот если бы Бульбазавр пошел вот сюда и тут бы поставил Кок, вот это был бы Rush 3D Gang. Да, но он только учится, он старается. Да, он еще далеко до PPS и PGG, это же они там втроем были. Ну, кто-то там был, да. PPS и PGG, по-моему. Элита, элита. Да, как бы это кому-то смешно не звучало, но тогда они играли в одной команде PPS и PGG. Я не помню, кто у них еще плюс два было. Не Джоли Лига Блак случайно, не? Нет, там кто-то по, там возможно, Кверти, Азен, такая компания. Ну, что надо, тогда еще Puppey играл с русскими. Да, потом он понял, забьюкая на них. Что русские это забей. Что-то он их недолюбливает в последнее время. Не может с ними сыграться, не как в одной команде. Столько лет провел в разных командах, и что-то не получалось у Puppeyа. Так, Жоу накручивает, накручивает Flafenstaff. Flafenstaff проседает очень сильно, это First Blood в любом случае. Flafenstaff умирает, 1-0 здесь распутился Корак. Копает хорошо Чуаня, Чуань пытается уйти до конца. Чуань уходит, лоу-хпешный, но уходит. И Корка нужно убивать, забивает, забегает Корак. Сейчас задувает его стики, он юзает. Жоу идет, у Жоу есть уже Unstable Concussion. И можно, можно разрядить Корка, если его найти. Корка надо найти, вот он Корак. И взрывается у нас Жоу. Фейт проседает. Ух, как больно Фейту. Здесь уже Чуань, Чуняня есть или Кинес. Чуань, Чуань, Чуань. Боже, что творится? Чуань божит. Чуань божит. И божит Корак, который за три удара дал почти три крита. Ну это да. Одному на, второму на. Просто проперло. И тебе дам, и тебе дам. Да, и Liquid продолжают. Они все-таки очень хотят попасть в раш 3D-атаку. Потому что они принимают драки, набегая чуть ли не за Тауэр. Два героя. И стоят в тучке Алхимика и под пятью крипами. И дерутся же. Да, и IG почти троих убили. Вот на этом плане. Тем временем у Года только что Godlike сбили. У него 10-0 было на Квапе. На подмеи, извините, стало 10-1. Он еще раз наберет. Ну да, это же Год. Да, тем временем Битрайдер и IGF сверху его прогнал TC. TC очень хорошо доминирует верхнюю линию. Кстати, да, 2-4 на 8 клипстат. И на месте IGF я бы не возвращался. Потому что Вивер его будет с одного суку чипа у столба снимать. Но он уверенно идет 6-й левелл получать. Кстати, да, я оговорился, извините. Феррари Дэндиком назвал. Извините. Я вижу SF в миде и сразу Дэнди его называют. Конечно же это Феррари. Просто не переключился еще с игры команды. Нави снизу, драка в лесу может быть. Но вот, в том-то дело, что может быть. Что ликвиды забежали и поняли, что здесь не убить. Котел бдит. И несмотря на то, что ликвиды потихонечку филят, у Джаггернаут очень хороший КС. Он. Ну, ему поначалу было тяжело. Сейчас немножечко уже разогнался. То есть есть левел. Более-менее дела нормально. В то время убивают Бульбу. На миде. Ну, выходит Чуань, который понимает, что снизу им ловить нечего. А почему Чуань? А, просто там кулдаун Чуань. Чуань, развернись, сейчас телекинез будет Чуань. Через секунду три. Ой-ой-ой, Феррари. Ну, тут, конечно, ТС фейланул. Он уже размахнулся лапками, чтобы возвращаться в таймлапс. Но Феррари дает два кайла и на ровном месте просто-напросто зарабатывает очень важный фраг. Потому что Вивер, который мог спокойно дальше доминировать свою линию, фармить легкую линию, он в итоге решил пойти в мид. В итоге Чуань он не убил. И закончилось все тем, что Феррари зарабатывает фраг под тавером. Плотно. Джиггернаут решил погонять Алхимика. Вторым, как дать... Ну, вторым, как Икс Майк пофармит. Очень хорошее решение. Ждет, ждет кого-то. Понял, понял как-то, что Алхимик к нему не придет под этот тавер. Фейтер поймал бульба в лесу, ну и здесь убирает котел. Есть, первый фраг от Клакверка. После одной смерти в миде один ген. Так, Жоу на Клакверка. Сейчас будет очень больно давать станы и все. Что рядом? Тут уже Икс Майк, рядом уже Корок. И понял, Жоу, что лучше не надо лезть. Лучше не стоит выдумывать сейчас какую-то драку на ровном месте. И Ликвиды очень хотят навязать свою игру. Прям путешествуют и стараются где-то кого-то стягивать. Ну, да, они-то путешествуют, но проблема в том, что Феррари в миде абсолютно никто не мешает. Ему попробовали помешать, в итоге ему помогли. То есть у него 37-14 крипстат. То есть действительно шикарный. Вай Вай Ф пока бегал, опять-таки, ТС и Вай Вай Ф у нас имеет крипстат 41 на 3. И, что опять-таки, очень хорошо, да? И снизу Жоу фармит. То есть пока Ликвиды бегают, у IG действительно фармит 3 линии. Это, по-моему, натрили гуд. Это очень хорошо для IG. Квакверк взяв седьмой левел, понимая, что в миде он почти уже ничего не зафармит с Батлери Ассалт на четверочку. И он очень хочет рваться. Ну, куда ты ворвешься, друг, когда все пять героев вот тут вот стоят и тебя ждут. Как, допустим, Бэтрайдер, Рубик и Котел. Они любят играть защитную доту и вчетвером фармят свои три точки. Ребят, маленькое объявление. Буквально через несколько минут, минут через 15-20, наш став журналистский в Сиэтле будет брать довольно длинное такое предметное интервью Ноутейла. Так что, если вы хотите задать какой-то вопрос Ноутейлу, вам нужно его прислать в Твиттер к Сиэо. Это сделать очень просто. Пишите собачка ксеозор21. Его никнейм в Твиттере собачка ксеозор21. И, собственно, задаете свой вопрос. Лучшие, конечно, будут отобраны, заданы Ноутейлу. И это интервью сегодня ночью уже появится на просторах интернета, на нашем ютуб-канале. Рубик и Котел после того, как Бетрайдер выгнал их из их железа, побежали наверх к Виверу, посмотрели на него, ага, восьмой левел. Мы поняли, почему ты ушел, Еф, мы поняли. И теперь Котел тоже ушел, то есть пробежать, вот столько уйти, дать одну волну и уйти. Вот что сейчас творят IG. Ну и дальше Рубик пошел, не Еф, я с тобой тут побегаю. Нормально будет, нам паренек. И при этом... Кстати, Буба идет с Клафом в атаку. Ну и при этом они защищают СФ, понимая, что ему уже скоро БКБ, и его нужно защищать. Чуан разведывает. Ну и очень-очень, кстати, это будет круто, если бы сейчас ворвались, не замечая Чуани и ВВФ, если бы Буба ворвался, то для IG это было бы круто. Я думаю, эти два фраги... Да, очень круто, когда Клокверк стоит вот здесь, вот здесь вот СФ, а вот здесь, допустим, четыре героя. Клокверк езжает Хука, а тут опа! И воприкат. Кстати, да, и убивает Хуком Бетрайдера, вот это был буржач. Да. На ровном месте. Как бывает, да, иногда Пучху кает и из инвиза вытаскивает какого-то типа на ровном месте. Джаггернаута в ульте. И, кстати, они идут. Вот трайдер это палит. Флав? Ну, Флав уже приехал, скорее всего. Он может попытаться отсловиться или как-то за счет того, что Бульба спасет, но вот Чуань в сухучах подымает на Койл. И здесь же из Танажоу 5-2. Разорвали. Да. Со всех сторон. Со всех сторон, втроем. Ну, а Котл фармит. Фейп просто понял, что наконец-то, вот он момент счастья. Наконец-то мне, капитану команды, дали пофармить. Теперь я это буду делать сколько захочу. Ну и пусть фармится Котлом. Может, Хекс нафармит. Не знаю. Снизу Джаггернаут очень агрессирует на Аллахимика. Так вот его разминают, чтобы можно было убивать через ракету и его ультимейт. А, Бульба... Что-то таком бегает, думает, что же ему делать вообще. Корок убилает химикой снизу. Это как так? Ага, зашли далеко. Чуань! Чуань за корком! Чуань, ты смотри, что творит Чуань! Но корок тут выживает. Все равно мало дамажа у Чуани, как бы он всю ману потратил. Но еще и украл вард. Но сделать тут ничего дальше не смог. И вернет за котлом. Сейчас котел будет накручивать и он его... Просто улетит. Почти убил. Да, убил. Ой, лол. Если бы не прошло на последнюю тычку, пока прошел Джиминейт Атак. И, собственно, первая была Джиминейт Атак. И таки прошел на последний удар. Фейт умер от таверны. 5-4, два фрага. Заработали ликвиды на ровном месте. Ну и посмотрим, что там дальше. В то время я там смотрел. Шикарная была драка в исполнении. Виртуз Про просто чудесная драка. Потому что Дараксир стянул пятерых. И Лина застанила их всех. И было все просто великолепно. Но Мекки Пайп и ЛГДИНТ в итоге драку 3.0 выиграли. Ждут ликвиды. У ЛГДИНТ в арте они все это прекрасно видят. И вот контролируют. Поскольку нету ульта ЛГГернаута, алхимик пока бычет. Понимая, что его не успеют забрать. И команда ликвид, кстати, с мелькой в арте. Рубик в арте украл. Что очень здорово. Что-то Жоу слишком далеко сейчас пошел. Как будто не знал, что здесь толпа. И Жоу, конечно, еще и кара пассируется. Минус Жоу. 5-5. Дождались. Забаковался. При том, что Вард стоял. И он все это прекрасно видел. Да, он знал, что здесь 3 человека. Абсолютно не понимаю, почему. И что его столкнуло вот на этот мул. Ну, видимо, то, что толкает команду IG последние 3 дня на какие-то странные мулы. Да, и, наверное, то, что толкает их последние 9 месяцев. Это последний год. Это выигранный миллион на прошлом интернешнале. Теперь им все равно. Тем временем убивают Клакверка в центре. Ну, что значит все равно? Ван, ты хочешь сказать, что все, выиграл миллион и все? Уже все равно? Ну, возможно, и так. Потому что какая еще может быть причина, что они вообще играют как в пабе даже не играют. То есть даже если в пабе ставят в арт, человек видит и стоит под тауэром. А этот берет и выходит. Тем временем сверху котелы с Рубиком решили фресовать вивера. Очень, ну, так себе идея. В итоге они вдвоем фармят одну линию. И вивер фармит против них. Еще может убить, если не было пациенты у них. И при этом ихний алхимик, он один, без помощи, без всего, стоит и скучает. Ну, один раз он уже вылез, поэтому сейчас действительно надо стоять и скучать. Ну, что тут делать? Да, ну, ждать, когда суппорты, например, вниз придут и прогонят это все. Потому что он-то вообще фарма не имеет. Он 900 хп, что он делает на 13-й минуте. Джоу сливает 3-2-2, да. Конечно. Так, ну что, снизу сейчас будут принимать ки-жоу. Я сюда 5-й телепорт как раз-таки подтягиваться. Последний капитан команды Тайлер Кук. Но, вот-вот, вы смотрите, Джоу нарисовал план Капкан какой, а? Своим пацанам. Ага, нет, говорит, не так, Чуань. Идем в судьбу. Я лучше знаю все-таки, что делать. Ну, кстати, мне интересно, кто у них в команде именно действиями больше контролирует. Фейт или Чуань? Раньше, нет, раньше говорили на втором интернешнле, Чуань был капитаном. Там вот эту золотую эру, а Фейт был только пикером. Ну и вот теперь время прошло, что-то изменилось, и они выходят. Выходят на... Очень красно палит Флав. Замечает. Так, Флава поймали. Очень быстро убивают. Флав успел еще и дать плевок Фейта. Ох, и распрыгался Корок. Хорошо там разорвало Фейта, но Феррари должен убивать еще иксмайка. Иксмайк умер. Корок пытается убежать. Там ворвался еще и бульба. Хорошо все, но Жоут очень долго живет. Сколько же демиджа Феррари в этой драке внес? Просто нереально. У него уже анстап был. Корка он тоже должен убивать. Да, Корок тоже умирает. Это трипл килл. И врывает еще икси. И просто-напросто ультра килл Феррари на СФ. Отлично. 1200 голды сходу. Первое БКБ у Феррари, конечно, зашло просто на ура. Ну и вот так можно игру проиграть. Да, и, кстати, заметьте, они пошли вот так. То есть так, как нарисовал Ней Чуань. И в итоге очень хорошо вот с этой точки зашли. И синициировали. Теперь у нас... Пойдет ответочка. Поскольку нет ВХБ, нет ультов, нет маны. Ну, Бульба будет прыгать? Да, и Ив что-то очень интересное сделал. Он почему-то решил, что здесь, наверное, будет круче. Ну, это был какой-то, наверное, очень-очень хитро-мудрый план. И мы с тобой просто не понимаем что-то в доте. Да, он решил на будущее убрать эти деревья. Не нравятся они ему. На будущее убрать деревья. Вот это элитно. Хорошо отмазался. Ну, чтоб не мог Клакверк тут ныкаться. Ну, это да, это правильно. Да, и у нас зарубы, кстати, дальше движутся. Вот, как всегда, в лучших традициях International 3-го. У нас есть одна линия, нам больше ничего не нужно. И идут. При этом все видит. Команда Liquid. И, как всегда, в лекции, может использовать одну. И знает, что... Ну, и в любом случае Liquid будут здесь драться. Ну, а что они, не будут. Ну, не будут, потому что очень сильно все у IG в лобовом столкновении там. Они бегут. В тебя влетают койлы СФ. Ульт-тучка, выявкотла. Вообще, все это, там, кровь, кишки, мясо, и наступает полная габелла в команде Liquid. Им нужно нападать сзади. То есть, если... Три-четверить Джоу, просто-напросто. Влетает. И взрывает. Да. Запупеял, Джоу. Будем это называть именно так. Имус запупеял. Да, но это еще нормально. Самое жесткое, это за Хиаофил. За Хиау Эйтинг. Да. Ты замизерил. Замизерил. Но есть уже столько фразовольных интерес. Надо будет их почаще в стримах езать. В миде IG понимает свою силу. СФ, СБКП и 11-го левела. И нападают. Что-то Корак вообще, короче, какой-то странный. TC сейчас выйдет из Инвиза. Боже, боже, как там Бульба взорвался. И просто написать Хмайк. Понимает, что Карапаси это круто. Но БКБ абсолютно плевать на Карапаси. Флав. Флав застанет все-таки Феррари. Джоу бежит за ним. Флав взрывает тоже. Там выкупился, кстати, Корак. Феррари делает очередной трипл килл. И тут, кстати, еще много-много денег. Можно было на птишку заработать. И Джоу взрывает сам себя. Запупеял. Да, в общем, команда Liquid пока не учит их ни драки, ничему. Они и дальше стараются нападать в лоб своими героями, учитывая, что у них демеджа в Black King Bar вообще нет. И их убивают во второй раз. Сейчас... Что-то придумывают, типа... Ну, в спину, да. В спину зайти, синициировать на Бэтрайдера первым. Чтоб не он тебя тащил, а уже Клок в нем тусил. На Котла вот. Потому что Котл очень много дамага вносит. Он дает ульт. Он дает первую. Это... Сколько там? Очень много дамага. Это больше, там, где-то 600. И... Да. И при этом SF, он стоит, вы прям все к нему подходите, он вас всех выносит. Ну, SF просто настолько уже раз видели, что эта борода 11-0 уже у Ферари. То есть, как бы... Ну, нереальное количество просто бабла на ровном месте ему тут приплыло. Ну, и Good Game will play. Параллельно матча пишет команда Virtus.pro. LGD. LGD выигрывает игру. Я уже объяснял ситуацию LGD Int. Им надо выиграть 2-0. И надеяться, что Тонг-фу проиграет 2-0 у Реттелснейка. ИГ проиграет 2-0 у Ликвид. Ну, вы сами понимаете. Да, они верят в сказки все еще. Да, верят в сказки. Ну, то есть, учитывая, что Тонг-фу там сейчас 25-10 выигрывает у Реттелснейк. Ну, и у Тонг-фу станет стата 7 на 6. Здесь, скорее всего, стата 7 на 6 также станет у ИГ. И 7 на 6 станет у Ликвид. И в последнем туре у нас опять-таки будет дискотека, как бы такая серьезная. И вполне возможно, что в этой группе тоже будет переигровка. Так что следите за эфиром. Ну, в любом случае, опять-таки напомню, что на этом канале сразу же после игры Ликвид IG, по предварительной информации, еще точной информации нету, но есть инфа, что на этом канале будут играть LGD China Dignitas. Если же будет у нас и в той группе переигровка, то на стриме у Каспера, инмейта, это будет переигровка. Ну, я тут уже буду комментировать, наверное, с Манн Штромом, потому что тебе надо будет в аэропорт уже ехать. Да. Собираться. Поэтому переигровки ты уже узнаешь результаты, наверное, по приезду. Да. Да какая разница, переигровки и так далее. Один хрен все выйдут из группы и в плей-оффе все будет хорошо. Не, ну да, но кто-то выйдет в нижнюю сетку, а кто-то в верхнюю и интересно. Так, на TC прыгает вай-вай-ф, феррари просто взрывается, и TC закончился. Что вообще он здесь делал, интересно? Ну, видимо, он решил, что вард уже упал, но вард еще четыре секунды стоял. Проверил, проверил все. Ну, проверил, нет, 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 нормально проверил. Следующий раз его там не будет. Ой, феррари еще из ДДД. Ну, вот я сейчас предлагаю Ликвидом подраться, потому что всего 11 фрагов у Феррари, и у него ДД, к тому же, как бы, и 15 левел, да, а там все 11. Да, и фэнтези-поинт всего лишь 7,6, там, в два раза больше, чем у любого. 7,6 фэнтези-поинт за матч, это вообще какая-то фантастика. Очень много, не за матч, а за карту. То есть по 25 забирал, ну, 25 за день набирает. То есть, как бы, вы знаете, что у хвоста за 12 карт был 56 сумок. То есть, вы можете посчитать, сколько в среднем. Хороший результат. Думаю, в плане фэнтези, опять-таки, Феррари поднимется после этого матча. Вообще, довольно интересно будет после турнира посмотреть на самого полезного игрока, потому что вот эти фэнтези-очки, они действительно показывают пользу. То есть, и не только соло-мидеров или кэрри, а и суппортов, и всех остальных. То есть, как бы, вот, и приблизительно будет уже видно, кто что, куда и как. Вон, Ксяуэйт, вы видели, да, пятый с конца. Курак поймал, опять-таки, где-то фэйта. Да, ну вот, вопрос. Занатакам доты. Двадцать вторая минута. Т-1 Тавра нет. У Дайра в суппорт Коттл. Что он здесь делал? Почему он тут был? Вот как так получилось? Агрессировал. Агрессировал Коттл. Тоже хотел фэнтези-поинт заработать, потому что Феррари все отбирает у него. Кстати, зарабатывает, вон там. Обгоняет Джоу, Бэтрайдера, так что нормально. В топ-8? Ну, на Коттле, да. А, ну это да. В итоге у нас IG решили никуда не спешить. У нас Алхимик, СФ, два таких сильнейших лейтера. Ну, еще хорошие саппорты. Давайте просто подфарнем. Иксмейк крадется. Крадется. И Алхимик уходит. Ну, почти. Смотрите, в 8-й левеле у него есть целый тапок. Им чуть-чуть не повезло. У них тут стоял сентри-вард. Хорошо, если бы он бы убежал к тауру. Тогда бы они приняли. Но Джоу их обхитрил. Дальше они видят СФ. На месте леквитов я бы уже не ходил к нему. Не, ну, я же говорю, там ДД. Надо подраться, пацаны. Идет ответный пуш от Клакгек и Нюкса в центре. Они забрали волну и ушли. И леквиты потерялись. Как вот у всех американцев, когда их схема немножко меняется, что мы наблюдаем, они бегают вот здесь. И никуда не двигаются. Даже не перемещаются. А зачем? То есть, как бы, абсолютно не знаю, что делать. Да, потому что сейчас, например, один из команды IG пойдет фармить верх. Ну, допустим, тот же самый СФ. И там было бы очень хорошо на него напасть, учитывая, что у тебя Клакгверк, Нюкс и еще Визаж. Легко. Но IG понимает, что это риск. Ну, и зачем там фармить так много. И идут дальше мид. Но IG прям поймали свою волну. Ну, да, тут как бы есть преимущество. И надо бы давить, надо бы давить дальше и не отпускать просто-напросто команду. Ликвид вот прыгает, вай-вай-эп, цепляет Корка. Корка надо очень быстро убирать, потому что он распрыгается. Хорошо, Икс Майк. Вот это вот очень хорошо, но Корокг все-таки умер. Ну, вот. Мека поздно, конечно. Но в любом случае Феррари пошел еще Флапа убил. Ой, лоу, Феррари. А что ж так долго думал-то, а? Феррари очень долго думал. Где можно посмотреть Fantasy Points игроков за весь турнир? Ребят, на сайте вот Сайбрагмэта. Вы найдете, да? Dota2.sabragmat.com Кстати, ты еще об этом не знаешь, но тебе сделают этот, такой специальный, специальную штучку, приборчик такой в Сиэтле. И ты с этим приборчиком, ну, такой считыватель будешь. Ты сможешь типам ставить, типа, свой автограф на шмотках виртуальных. Здорово. Прикольная тема. Да, я там буду вести себя тише воды, ниже травы. А то я помню это наплыв зерлингов. Не, ну это же не Китай, то есть, как бы, да. Там в Сиэтле еще куда они шли. Там такое. То есть, там просто вход 50 баксов стоит, поэтому их не так много там. Да. Вот когда это какой-то бесплатный ВДЦ, это да. Прыгает опять битрайдер. Просто шикарно отыгрывается в Сиэтле ВАЭФ. Классный став. Кстати, раскистовался в Урари все-таки включается КВ и Фарай умирает. Почти умирает. И умер, он, 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 он. Наконец-то. Наконец-то убили Сэппа. 13-0 у него было. Ну, бичоу решил подраться. Что-то он, кстати, как-то за слоу почву выложил стол шилд, забрал гем. И щас бульбу будет убивать, нет? Два. Ну, чё-то тут Фараре вообще слоу почву. Серьезный такой. Бай-бай. Нашел корка. Валяется щиток Джоу. Кто-то ее забрал. Кто щиток забрал, признавайтесь? Битрайдер. Битрайдер? Да. Зацеганил. А чё добро должно пропадать, да? Зацеганил на ровном месте. И так все правильно. Сейчас щиток выложил, смотри, а тот кем кому-то отдаст и все. 21-1. Ну, если честно, вот я покажу графики и вы все поймете, да? 15 тысяч голды и 13 тысяч экспы. То есть в этой игре команде Liquid уже вряд ли что-либо светит. Параллельно, кстати, закончилась игра Tong-Fu Rattlesnake. Там победа Tong-Fu. И, как я и предполагал, 7-6 стал стат у Tong-Fu. И очень мы близки к тому, чтобы у трех команд стал стат 7-6. Ну и там, кстати, 8-5 будет скоро Уорольд, потому что они проигрывают в Альянс. Альянс вообще что хотят, утворят. Они там, опять-таки, Виспа взяли, Фуриона. На этот раз Виспа у них в связке с Кункой. Ну там же банят Разоров, теперь уже Альянс уже, походу, такого не ожидали, что будет так все просто для них на этом турнире в плане пиков. Ну да, это ж слишком все просто. Ну, это опять-таки группа. Посмотрим, что будет так. Сверху Айджи идут на очередной Тауэр. Беквиды уже даже отказываются спидкушить. Вивер усердно старается нафармить БКБ в своих лесах. И забивает на свой Тауэр. Ну, просто понимаешь, БКБ уже здесь ничего не даст, потому что как бы Феррари скоро будет с руки просто избивать пятерых. И это проблема. Скоро до Идалусу он будет там нюкс и Виза же там за... За Баудуара. ...забивать. В драке теперь Айджи надо стоять все место плотненько, чтобы Джиггернаут не мог во второй раз Феррари оседлать через ультимейт. Тогда Феррари будет жить и накручивать там в БКБ полностью. Ну, а в то же время Ликвидом нужно все это растянуть. Там сагрить на себя Алхимика, Бэтрайдер, и чтобы СФ остался один. И вырезать его через там нюксу Джиггернаута и Вивера. Кирасу Алхимика. Уже минус где-то там 18 армора. Ну что же, заходит по миду как раз-таки Айджи. И начинает бить Т3. Они даже Т3 не хотят дефить. Они понимают, насколько все сырало. Ну потому что, ну аж надо же что-то делать, что? Делать надо было еще что-то 10 минут назад. Сейчас уже можно смотреть на Феррари, как он лупит твою пазл. Феррари бьет. Так, вот сколько времени пойдет, пока кто-то решит что-то делать. Действительно. А, вот, решил что-то делать ВВФ. Клакверк, форстав, клакверк, Феррари, БКБ. Феррари взрывается в корк, а корок там распрыгался, конечно. Но умирает он, умирает Бульба, умирает Флаконстав, умирает ТС. Ну, такое. Да, дождались. Вот когда ты ждешь вот такое, что к тебе придет, все, уже дальше ты ничего не сделаешь. Это факт. КГБП, 1-0 IG и в этой группе все становится тоже очень-очень интересно. Вот вы видите, IG. Ну, пока 12-0 Альянс, 8-4 Оранж. То есть, там идет еще первая игра Альянса Оранж. Немножечко в счете там ведут Альянсы, но это такое. IG 7-6, Liquid 7-6, Tong-Fu 7-6. LG International уже однозначно будут на шестом месте. То есть, им достанется Мауз. Процентов на 99,9 LGD Int, Мауз. Это первый раунд. То есть, ну, вы понимаете, как бы команда, которая занимает шестое место, она явно выберет не Маузов, она выберет MUFC. А LGD Int останутся Мауза. Это гарантия абсолютно стопроцентная. Ну, вот кого выберут там Rattlesnake или Virtus.pro с той группы, то есть, это уже мы узнаем. Ну, и здесь нас сейчас будут ждать последние два матча. И какие могут быть расклады? Если, ну, команда, которая сейчас проиграет, у команды, которая сейчас проиграет, у нее станет 7-7. Tong-Fu у Rattlesnake, я думаю, выиграет без проблем. И у Tong-Fu у нас получится будет… Вот, давайте еще раз группы глянем. Да, вот. Команда, которая сейчас проиграет, у этой команды будет 7-7. Команда, которая выиграет, будет 8-6. Команда, которая выиграет, гарантирует себе место. Потому что Tong-Fu там, я думаю, Rattlesnake выиграет. И у Tong-Fu тогда будет 8-6. У тех, кто выиграет, будет 8-6. Ну, а кто проиграет, у нас вылетит. Ну, переигралки здесь возможны только в случае, если Tong-Fu сейчас проиграет у Rattlesnake. Как бы, я думаю, вряд ли, да? Tong-Fu проиграет у Rattlesnake. И в итоге переигралок здесь не будет. Ну, все может случиться. Ну, хотя Rattlesnake взяли Виспи и Урсу на первые два пика. Так что все может быть наверняка. Да, но это же Виспи и Урсы, действительно. То есть тут... Сто процентный минрейт. Все впереди. Да, Урса фрестпиком действительно у Rattlesnake на нашем четвертом стриме. У Мелл Шторма. Так что, если хотите, переключайтесь. У нас 5 минут пауза. И мы возвращаемся с вами на игру IG Liquid. Игру под номером 2. И предпоследнюю игру группового этапа нашей трансляции. Из киевской части The International 3. Не разбегайтесь. Вернемся через 5 минут.